Ой, всем доброе утро. Доброе утро или не доброе утро, но я... Нос обратно за ужин. Дома дубак, ребят. Дома дубак. На улице. Сейчас я посмотрел погоду вот в телефоне. Всем доброе утро, мои телепусики. Я в 6 часов устала, просто воду нагреваю. Сейчас вымоюсь и позавтракаю. За мной приедут мы обратно. Ну, нам надо ехать. Если ехать. Вот. Вчера в 10 часов пришла, мы были там. Не, мы не гуляли, а ездили там. Ну, как вам объяснить? С подругой ездили. Там светофор у нас плохой, конечно, ребят. Светофор плохой у нас. Не как вот у меня там 3 блогера есть. Ну, один в Новосибирске, а два в Москве. Вот там светофор, а у нас в Кондрове. Ой, вообще, боже, там, не знаю, что мы там только, ну, одному человеку покупали. Я не буду говорить, потому что мне жилетовские смотрят, а не знают кому. Наверное, что-то 3 штуки взяли там и все. Поехали в Шекспрай. Шекспрай набрали. Ой, еще где мы? Ой, господи, Шекспрай набрали. Ой, в этом у нас в Кондрове там делать нечего. Шекспрай. А куда еще? Какой? Пятерочку вроде. Господи. Ну, да, потому что продуктов набрали. Ну, а подруга моя набирала. Фонд мира называет. Ребят, погода вообще ужас, темно. Но все равно мы поедем. Я там поснимаю все. Она по делам с ним поедет. А я поснимаю, как вчера. А, в пятерочку и в аптеке она набрала. В аптеке вообще 4 тысячи оставила она. Вот, 4 тысячи в аптеке. Мы только посмотрим. И это погода, гляньте. Холод, холод, ребята. У меня, не знаю, как вы. Ну, я просыпаюсь, но мне нос заложен постоянно. Сейчас вымоюсь. Кофе попил, потому что дорогу. Они сейчас уехала, она. Уехала, она сейчас в 9 часов поедет там в налоговую, что ли. Ну, со своим адвокатом или как юристом, что ли. Налоговую, что ли, не знаю. Потом мы поедем. Она приедет, все. Я сейчас вымоюсь, быстро позавтракаю. Тоже, она меня с собой возьмет, я там поснимаю. Поснимаю. Ой, не знаю, как одеваться, господи. Сейчас тепло оденусь. Боже упаси. Я вчера в кофте, в этой, в кофте своей ездила. Как ее махирование. Она андатровая, или как она сказать, какого-то. Ой, господи. Махировая, или что она, как его, андатровая. Ну, которую я всегда одеваю. Ну, холодно, ребят, холодно на самом деле. Потом в этих, в ритузах. Сейчас еще холоднее, смотрю, плюс шесть, и темно. Зунт возьму с собой. Всю ночь в туалет бегала пописать. Ну, холодно, ребят. Вот так вот спала. Я никогда так не сплю. Я всегда, и вот так ночью спала. Встать. В десять часов пришли. Ну, привезла она мне в десять. Нос заложен, вот эта сторона. Сейчас мыю, мыю. Я говорю, я всю ночь бегала в туалет и говорю про себя. Господи, и это, мочегонные не надо. Не надо мочегонные, не знаю, двадцать пять раз. Ой, не могу, девки. Сейчас соседка придет еще. Она мне это, пока кофе буду пить, она мне спит. Вот этот, как его называется-то, счетчик свет спешит. Ну, я маленького ростика не могу залезть, она-то высокая. Все видит. И я через телефон. Она свои дела сделает, подруга. За мной заедет, и я поеду с ними. Все поснимаю, что есть. Меня поснимают. Не буду я наряжаться. Одену. Это вообще ужас. Костюм спортивный одену, поеду. Какие юбки. В моем возрасте уже что, посвободнее, полегче, да? Ну, я вчера... Вот она утром приехала. Нет, не утром. Перед обедом она приехала. Я окна открыла. Я сейчас только вымысю посуду. Больше ничего не буду. Поеду. Я... Ну, у меня запах хороший дома. Ну, приехала, сразу окна закрыла. Холодно, конечно, дома было. Ой, кофе хочу. Не могу. Ничего не буду. Яйца пожарю, может. Ага. Поешь, а в туалет куда-то... Ой, как хорошо. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Хрю, 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 хрю. Ой, ребят, как хорошо. Наташа, Сомик, с днем рождения тебя. Девки дождь не дышат. Это что такое? Там мне кто-то написал это... Алоэ. Ну, мне его жалко еще резать, девки. Он молодой меняющий. Не зирный. Надо такой алоэ, чтобы зирный, я знаю. Алоэ еще хорошо... Ребят, у кого желудок, алоэ хорошо жевать. Отрезаешь такие кусочки. И жевать вот этот сок. Но он мне еще худой. Вот видите. Я тоже хочу пожевать его. У меня в деревне был он толстый, зирний. Я жевалом. Да, на самом деле это помогает. Ой, как повернуться-то, Господи. Вот как корова. Мне обратно пришло. Каждый день приходят у меня с Ютьюба. Органичения снимают. Видосы там где. Сейчас еще переберу, посмотрю. Кину заявку туда. Господи. Телепузики. Мои сахарные заводы. Три татушки. Спасибо вам большое, что вы в Дзене уже у меня двести. Здесь тоже за комменты. Спасибо, зайки. Дай Бог вам всем здоровья. И чтоб тепло быстрее пришло. Спасибо, зайки мои. И казакоменты. За все. Дай Бог вам здоровья, вашим семьям. А что делать? Ой, не могу. Кофе хочу. Кофе хочу попить, но еще-ка не могу встать. Еще не выспалась. Ой, как хорошо. Газы выходят. Ой. Ой. Фу. Ой, я как устала вчера, приехала. Ой, как руку-то держать. Господи. Ой, нос вообще. Вот это вот. Мне постоянно почему-то вот эта половинка. Девке холодно, клянусь я не могу. Мне мурашки даже. Сказали, что лето тоже холодное будет. Не знаю, правда-неправда. Не знаю. Сейчас я вымыю всю посуду. Там мне кружки вымыю. И это, ребята, как ее. Надо обувь мне всю убрать. Осеннее, зимнее, весеннее. Боже упаси. Я только кофе попью, а жрать не буду, потому что мы поедем там, куда, где встали. Вдруг так приспичит у меня три татушки. Ой, дайте я повернусь, я не могу. Ой, ой. Вставай, Ольга Валилина. Ребят, клянусь, холодно дома. Не знаю, как у вас. Вот у моей подруги дома Оглые. На стене висит. Она, говорит, тоже позавчера включала. Ну, я как поеду, заеду за мной. Я прям окна обратно открою, пускай проветривается. Девки. И этот тоже соседу. Боже упаси. Выставил вчера. Там бочка его стоит с водой. Грязно. А еще с моим ведром хочет пользоваться помойным. Да ты хоть вымой туалет, стены, господи. Девки, как чушка, девки. Я сказала, ведро себе покупай, это мое. Надо же тоже мыть и крышки, да? Смотрю, вчера приехала я. Эту бочку он не вытер свою с водой. Боже, вы дома только к нему пришли бы посмотрели. Поставил свои какие. Ну, живет человек один, 54 года. Неужели ты себе сапоги не можешь купить? Господи, девки, я вам покажу его сапоги. Поставил вонючие, кошками воняет. Девки, боже, а веник какой у него. Девки, а дома, что у него на столе. Я ему, когда приехала, я ему отдала чайник, девки. Новый с этикеткой. Со свистком так. Пи-пи-пи. Девки, вон, видели бы, какой, господи. Весь жиром, весь чёрный, как керзовый сапог. Боже, боже, неужели так жить? На старый след. На старый след. Девки, я сапоги вам покажу. Девки. Он младше меня на два года. Там сапоги. Живет один. Живет один. Не может сапоги кожаные себе. Ну, дермантиновые купить. Боже, боже. Девки, вы только. Такой позор. Все вещи. А рубашки у его, девки. А трусы какие? Неужели трусы нельзя? Девки, он как вывесит на улице. Там все бабы смеются. Трусы, вы представляете, жопа сраная. Бабы все смеются. А футболки? Ну, 21 век. Живёшь один. Ой, девки. А я так, которую трусы снимала, я это его оказываю. Все смеются в общаге. Как на развесе своей труселя 41-го года. Жопа сраная. Не вытирает, что ли, жопу? Мыться раз в неделю, моется вообще. Сапоги поставил. Девки, я вам сниму, покажу. Я смеялась. Думаю, господи, свят, свят. На столе у него тарелки я отдал. Они все грязные. Девки кружку, он пьет чай или кофе, не знаю. Я ему раз вымыла. Ах, бесполезно. Ну, показалось, что надо мыть их. Девки, она чёрная внутри. Чёрная. Боже, боже. Воняет. Надо же кошки, кошки, каждый 9 метров у него, две кошки. Надо каждый день выкидывать всё. Ну, менять раз в неделю. Девки, там баба, я не буду её называть. Она работает, он два через два. И она, она мне встретилась, говорит, ой, боже упаси. А я говорю, а почему вы боитесь сказать-то? Ой, да ну, там все шарахаются от него. Ну, от сестры тоже от него воняет. Девка, баба рассказывает. Вот недавно тоже. К ней подойти, разговаривать нельзя. От неё воняет. У неё дома кошек столько. И соседи рассказывали тоже. И собаку, говорит, завела. Тоже воняет от неё прям одежда. Ну, и вот, она у меня встретилась и говорит, господи, как ты живёшь с соседом? А что? Мы же, говорит, на работу ездим. У нас автобусы-то и карус или как называют-то эти. На птичку возят. Я, говорит, рассела с ним. Боже упаси. Я чуть не изблевалась. Там с ним никто не хочет садиться. Ну, вещами. Ну, естественно, воняет вещами. Он их не стирает. Кроме рубахи, носки и трусы вот развешивают. Смеются все. И, говорит, воняет. Я, говорит, Оль, еле доехала. Я, говорю, я вообще на... Я вот, ребят, честно, на запахе я не могу. И даже вот... Вот даже бабой стою, разговариваю. Вот, честно, я не могу. Я даже разговаривать не буду. Я чувствую все. Даже когда месячная, а когда баба месячная, знаете, как от нее воняет, девки. Хоть меняй там прокладки, не меняй. Там они выделяют какую-то, не знаю, вот пускай Вовку вам прокурсутирует. Там выделяется какой-то... Девки, знаете, как воняет человек? Да, даже стоять невозможно. Мы думаем, что от нас не воняет? Нет. И вот эта баба мне рассказывает. С ним никто не может сесть. Я вот села, говорит, это коровом. Я говорю, я знаю. У него дома кошками похеру. Я говорю, я ему два одеяла отдала. Только вот недавно он постирал. Три года прошло. Вставать надо, ребят. Я не пойму, куда я смотрю, ребят. Вставать надо. Сколько времени уже? Да еще вода не нагрелась. Сейчас вымоюсь. Корочку свою вымою. Вот, голова, гляньте. Ну, это что, мы еще и ездили, может, и пыльная. Ну, вот, голова. Через два дня мою. Гляньте. Хавросы. Так. Такие сапоги выставят, девки. А ему все отдают. И его сестра с помойки, она дворник, она с помойки ему все носит. Девки, я вчера приехал, мне высадили. Боже упаси. Это. Я бабка старая, я такие не одену. Я лучше буду старых в кожу находить. Ну, такие, девки, я вам потом, когда мусор пойду выносить, сейчас вот встану, вымоюсь, мусор пойду выносить, сниму там, девки. Я покажу его уголок. Сейчас он ушел, я дверь открою, буду коридор там проветривать. Ну, невозможно, девки, ну, вы представляете, какая боль. Он, девки, поставил окно. Я говорю, ну, ты уходишь на работу, окно на это, вот так сделай, открой. Не, ко мне залезут, украдут. Что у тебя воровать? Девки, это, боже упаси. Ко мне, говорит, залезут, украдут. Что воровать? Сковородки грязные. Девки, вы только видели кастрюли. Ну, да, ко мне женщина подошла. Я не буду называть, а то она, он такой бабник. Он, сплетник, знаете, какой он. Мне расскажет, потом пойдет соседке, мы ржом ей расскажет. Потом еще кому, мы ржом на лавке сидим. Я не буду эту бабу называть. Ну, она взрослая баба. Это, говорит, караул. Я еле доехала. Домой приехала, говорит, потом все вещи перестирала. Ну, воняет от него, девки. Человек воняет. Ну, такие трусы вывести. Я даже не знала, мне баба-то сказал здесь вообще. Говорит, твой сосед. Я говорю, как? Девки, ну, уж трусы купить, не знаю. Я белье люблю. Ой, девки, они застиранные. Жопа там грязь. Ну, я вам снимала. А сейчас туда вешает он. Не знаю, пойду мусор выносить, висят они там или нет. Ну, это позор, девки. Мужику 54 года, тросу нельзя купить. И носки. Ой, ладно, девки, давайте я буду... Сейчас от кашля выпью. Вымоюсь, пойду, девки. Сегодня поснимаю. Поснимаю все, девки. Где мы будем, буду снимать. Зарезать надо телефон. Ой. Ну, мы по делам поедем. Она молодец, молодец она. Подруга моя. Ну, она переживает тоже. Переживает тоже. Столько денег вчера истратила. Ну, посмотрим. Как говорится, какой привет, такой ответ. Ой, ладно, все, давайте. Много разговариваю. А что-то не закрывается. Девки, поеду. Если поедем, если меня возьмут, там место будет. То это... Не, ну, должны поехать. Ладно, давайте, все. Спокойной ночи. Доброе утро, мои зайки. Ой, а что, это свет, солнце светит. Да нет, солнца нет. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...